Сегодня на аппаратном совещании Аким области на ремонт у Регалеев дал ряд поручений Акимам города и районов. Речь шла о выполнении задач, поставленных президентом страны по привлечению инвестиций. Также были заслушаны доклады тестных лиц о социально-экономическом развитии региона и исполнении бюджета 2023 года. По итогам прошлого года объем привлеченных в регион инвестиций вырос почти на 10% и чуть превысил 500 млрд тенге. Среди районов в этом показателе лидирует Теректинский, где рост составил 26,8%. Самый низкий показатель в районе Байтирек и городе Уральск. В целом в рамках данной работы в прошлом году созданы 700 новых рабочих мест, реализованы 139 проектов на 243 млрд тенге. Из них 18 крупные и все они внедрены в Уральске, Бурлинском районе и районе Байтирек. Основная направленность проекта в селах животноводства и торговли. По итогам первого квартала текущего года рост инвестиций в основной капитал составил 25,8% и стал 97,2 млрд тенге. Во всех районах, кроме Шенгар-Лау и Уральска, отмечается рост. Акимам отстающих районов нужно усилить работу. Планы до конца года реализации 164 проектов на сумму около 80 млрд тенге. В том числе в областном центре 36 проектов, в Костоловке 34, в Батиреке и Бурлине по 14 и далее по убывающей. Глава региона подверг критике деятельность Акимата города. Если город отстает в этой работе, что спрашивать с районов? Город должен быть в авангарде по привлечению инвестиций, а вы плететесь в конце. Где овощехранилища и другие объекты, нужные для экономики? Строительство везде идет. Вы допустили много фактов незаконного строительства. Нам сейчас приходится расхлебывать ваши упущения. Среди причин удорожание стройматериалов и отсутствие государственной поддержки в кредитовании процесса выкупа. Между тем, в данный момент в городе идет строительство 83 объектов за счет частных инвестиций. Из них 47 жилые дома и 36 инвестпроектов будут реализованы в этом году. Нариман Турегалиев поручил запланировать на следующий месяц обсуждение по инвестиционной работе Акимов города и районов с низкими показателями. Еще раз повторяю, вы не считайте проекты за счет бюджетных средств. Привлекайте частные инвестиции. Во внимание должны быть крупные проекты, которые дадут мультипликативный эффект развитию экономики. Это касается Акимов всех районов. По социально-экономическому развитию области за три месяца по семи основным показателям наблюдается положительная динамика. В обрабатывающей промышленности индекс физического объема отмечается на уровне 117,1%. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил 105,3% за счет роста производства продукции животноводства. Снижение допущено в районе Байтирек, Бурлинском районе и в городе Уральск. Объем строительных работ составил 24 миллиарда тенге или 103,9%. Введено 105,3 тысячи квадратных метров жилья или рост на 6,2% за счет увеличения ввода жилья населением. Рост наблюдается во всех районах, кроме Букиардинского, Сырымского, Теректинского и города Уральск. Индекс физического объема внутренней торговли составил 116,9%. Для улучшения динамики показателей социально-экономического развития всем ответственным управлением необходимо сконцентрироваться на мерах стимулирования экономического роста. И снова в антилидерах город Уральск на совещании отметили, что необходим ускоренный запуск сезона активных строительных работ, своевременная реализация пулы инвестиционных проектов, недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары. По 5 из 7 основных показателей у вас нет никакой работы. Вы были на предприятии «Гидроприбор» «Урал Агрореммаш»? Какова их мощность? Какие проблемы? На каком уровне работают? Это ваши прямые обязанности. Вы слышали поручения президента? Я не вижу никаких изменений по вашей работе. С прошлого года вы не были на заводах. Почему не работаете с ними? Ержан Болтаев, Тлебберген Каюпов, даю вам поручение поработать с Акиматом города. Если в течение месяца их деятельность не придет на должный уровень, будут другие требования к ним и другой разговор. У города огромный потенциал, а вы все свели на нет. Следующий вопрос в повестке – исполнение бюджета. Годовой объем областной казны составляет 430 миллиардов тенге. По итогам первого квартала этого года план по поступлениям выполнен на 111%. На 1 апреля неосвоенными остаются 606 миллионов тенге, 518 из них по Уральску. В связи с чем Акимату города нужно принять меры по выполнению статьи доходов, в том числе срочно сдать в эксплуатацию построенные дома и организовать их продажу. Основные причины неосвоения – подрядчиками не представлены акты выполненных работ, несвоевременная поставка продукции, затягивание конкурсных процедур, экономия. А анализ крупных расходов показал, что администраторами бюджетных программ по 9,4 миллиардам только на 807 миллионов составлены договоры. После обсуждения проблемных вопросов глава региона дал поручение заместителям и ответственным лицам по каждому из вопросов совещания, а также Акимам районов и города. Для чего даются средства? Мы должны открывать новые рабочие места и повышать благосостояние народа. Нужно поддерживать и помогать тем, кто реализует новые бизнес-проекты. В целом 14,5 миллиардов тенге дополнительно дают на развитие бизнеса. Такую возможность нельзя упускать. Напротив, нужно максимально использовать их в работе на пользу региона. Вот наша задача. Также Акимобласти поручил взять на жесткий контроль проекты на 2024-2025 годы и не давать разрешения без согласования с Акиматом области.